Крымский федеральный университет стал площадкой для проведения торжественного осмотра юноармейских отрядов и кадетских классов республики в рамках общественного проекта «Юноармия. Мы дети Крымской весны». Такое уникальное мероприятие, где ребята примут присягу, получат знак юноармейского братства, красный берет, кокарду, и в то же время у них будет возможность пообщаться в таком, можно сказать, федеральном проекте «Диалог на равных» с героями. У главного корпуса КФУ была развернута выставка современных специальных средств Министерства обороны России. По словам организаторов, событие такого формата проходило в Крыму впервые. По себе скажу, что, наверное, проносил через всю жизнь вот этот памятный день, он помнится мне и сейчас. Я думаю, что здесь у молодых ребят, у учащихся, безусловно, надо всё сделать так, чтобы это запомнилось на долгие-долгие годы. Практически со всех муниципальных образований Республики Крым приехали делегации – кандидаты наступления во Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия». В рамках торжественного построения новоиспечённые юнармейцы приняли клятву, а почётные гости поучаствовали в церемонии вручения беретов. Ну, учитывая то, что я была в знамённой группе, я готовилась, ну, может быть, около двух недель, маршировали, приходили сюда. Мне очень всё нравится. Напомню тот момент, когда именно я была на присяге в том году. Нас, конечно, было много меньше, и мы стояли, давали клятву. Мы клялись о том, что мы будем верно служить своей отчизне России. Мы будем, вопреки всему, трудиться на то, чтобы наша Россия процветала и была самой лучшей страной на всём этом свете. Готовились несколько раз, маршировали, проходили вот всю эту строевую. И вот впечатление, да, конечно, есть. Интересно было здесь наблюдать над этим всем. После торжественного посвящения юноармейцев ждал сытный обед. Какой смотр юноармейцев без военно-полевой кухни? Сегодня организовано питание на 500 человек, ну и мы решили присоединиться. Общественный проект «Юноармия. Мы дети крымской весны» посвящен пятой годовщине общекрымского референдума и воссоединения Крыма с Россией. Это настолько здорово, что университет влился и празднует пятилетие присоединения со всеми вместе. Является одной из основных площадок. Мы гордимся. Значительный вклад в организацию мероприятия внесла военная кафедра Крымского федерального университета. Волонтёры из числа курсантов военной кафедры сопровождали юноармейские отряды и почётных гостей на протяжении всего дня. Молодому поколению был указан тот вектор, по которому она должна двигаться вперёд. Для своего карьерного роста, для своего патриотического роста я считаю, что это получилось. Что касается военной кафедры, мы воспитываем честно и учим честно Родину защищать. В рамках торжественного смотра работали дискуссионные площадки по трём направлениям. Юноармия и спорт, юноармия и героизм, юноармия и космос. Молодёжь имела возможность пообщаться с великими личностями, героями, олимпийскими чемпионами, космонавтами. Я хочу посмотреть на ребят нашего движения. Нас с каждым днём становится всё больше. Уже насчитывается более 340 тысяч членов нашего движения, юношей, девушек. Монахи всегда были воинами. И не может быть патриот своей стороны, ну, скажем так, человек абсолютно мирный. Ну, мирный опять в каком понимании? Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет. Вы все армейцы. Я надеюсь, вы все влюблены в армию и хотите быть офицерами. Я бы вам всем посоветовал, занимайтесь спортом. Вам спорт поможет в армии. Торжественный смотр юноармейских отрядов и кадетских классов Республики Крым завершился концертом ансамбля песни и пляски Краснознаменского Черноморского флота. Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке Вячеслав Никонов посетил Крымский федеральный университет, где встретился с научной и педагогической общественностью Республики. Участники совещания обсудили вопросы развития образования и науки в регионе, подвели итоги работы за пять лет и озвучили основные достижения. Образование здесь занимает, на мой взгляд, особое место, потому что именно в сфере образования нам удалось сделать, на мой взгляд, наибольшее количество кардинальных преобразований. Это всё действительно результат плодотворной работы. Но мы понимаем, что не только материально-техническая составляющая должна и волнует нас сегодня, поэтому уверен, будут вопросы, которые касаются в целом перспектив развития отрасли, которые будут касаться тех нюансов, которые связаны с итоговой аттестацией наших детей и так далее. В ходе заседания председатель Комитета Госдумы по образованию и науке отметил, что образовательная система Крыма демонстрирует лучшую в России динамику развития. Кроме того, Вячеслав Никонов подчеркнул, что Крымский федеральный университет изначально был достаточно интегрирован в российское образовательное пространство. Что касается создания крупного такого центра, ну, всегда есть проблемы, вы знаете, связанные с объединением большого количества научных учебных центров, притирки, выработки общей стратегии развития и динамичного движения вперёд. Но я думаю, что это всё уже успешно решается. Исполняющий обязанности ректора Крымского федерального университета Андрей Фололеев также присутствовал на собрании, где отметил, что главный вуз полуострова может стать центром развития региона. Сейчас все ведущие вузы Российской Федерации берут на себя миссию центров развития региона. И это действительно особенно, это крупные вузы, такие как федеральные. Эта миссия у них же записана уже сразу, в самом начале создания. Смысл проекта федерального университета был об этом. Создать крупные объединения в регионе, такие как Крымский федеральный университет, более 30 тысяч студентов, 7 тысяч сотрудников, которые могут влиять на развитие региона. В ходе беседы глава Комитета по образованию и науке ответил на вопросы представителей научно-образовательной общественности региона. Это развитие, это новые идеи, это инициативы, это возможность молодежи показать, реализовать себя и найти свое место вот в этой новой ситуации. Мой доклад направлен на то, чтобы расширить знания людей о грязях, о том, как они помогают лечить людей и разъекомнировать саксы и курорт. Крымский мост Крымский мост для жителей полуострова – это не просто словосочетание. Это один из символов воссоединения Крыма с родной гаванью. Не только в географическом, но и в ментальном смысле. В канун празднования юбилея воссоединения Крыма с Россией выставка с символичным названием «Крымский мост» привезена в Ялту. Открытие выставки состоялось 12 марта в Ялтинском выставочном зале Союза художников. В преддверии нашего главного праздника для всех крымчан, одного из главных праздников для нашей страны России, хочу вас поздравить с первым пятилетним юбилеем нашей крымской весны. Хочу сказать всем спасибо тем участникам, которые принимали непосредственно участие в написании этих замечательных картин. Тут была вот эта мысль создать у Гуманитарно-педагогической академии такую выставку. Ну, это просто замечательно. В Ялте выставка состоялась впервые. Об идее ее создания рассказал директор Гуманитарно-педагогической академии Александр Глузман. Идея о создании такой выставки возникла ровно год назад. Прежде всего, авторами этой идеи является кафедра изобразительного искусства и дизайна Гуманитарно-педагогической академии Крымского федерального университета и нашего большого друга, и профессора нашего университета Мичри Александра Ильича, который является академиком, вице-президентом Российской академии художеств. В пленерах строительства Крымского моста участвовали не только профессиональные художники со всей России, но и студенты и преподаватели кафедры изобразительного искусства и дизайна Гуманитарно-педагогической академии и Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета. Я хотела бы сказать то, что художник выражает свои мысли, свое ощущение через искусство. И как вы обратили внимание, в эти все картины, насколько бы не было тяжко строить мост, в каких условиях не прекращался ни на минуту это строительство, то есть и погода, и погодные условия, и шторма, но все картины, они насыщены энергией достижения цели, добра, любви и солнца. Оценили выставку и студенты. Да, тут очень много различных приемов, различных техник, и они все разнообразные, интересные. Большие мазки, какими-то другими материалами использовалось, и это очень интересно, и я много чего запомнила и взяла для себя на заметку. Выставка в Ялте продлится 10 дней, затем ее примут другие города Крыма. Нашей молодежи, сегодняшней студентам, очень важно, потому что мы вступили в новое время, в новую эпоху. Тогда они еще не голосовали, не отдавали свой голос. Сейчас как раз прорыв новых идей, новых мыслей, новых движений. Вот им как раз есть возможность себя проявить. Наши взаимоотношения или наши встречи с Крымским федеральным университетом Ювернацкого, они носят постоянный характер. Если не изменяет память, мы уже третий раз только на вот этой площадке встречаемся. Вот всегда студенты очень доброжелательны, всегда очень как-то вот интерес в глазах. Сегодня знаковое событие в Республике Крым и России, пятилетие Крымской весны. И я хочу, чтобы мы жили в мире и согласии. Не зря на гербе Крыма написано «Процветание в единстве». Пока мы едины, мы непобедимы. Крым, Россия, навсегда! Крым, Россия, навсегда! Крым, Россия, навсегда! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Н.П Субтитры создавал DimaTorzok Ее руководство численность участников движения превысила 230 тысяч человек, среди которых свое почетное место заняли и крымчане. Торжественная церемония принятия присяги юнормейца не могла пройти без приглашения специальных гостей. Так, на праздничном митинге перед ребятами в первую очередь выступили уже состоявшиеся военные. К примеру, заместитель командующего Черноморского флота по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин, обращаясь к новому поколению, отметил, что с удовольствием бы вернул время назад и стал бы с ним в один строй. Что же касается ребят, собравшихся сегодня на площади перед главным корпусом КФУ, все они знают, что такое современная юнормия и для чего они произносят слова клятвы и примеряют на себя традиционные красные береты. Поднять проблемные вопросы, выслушать предложения, по их решению их похвастаться достигнутыми результатами, а также поговорить о будущем крымского образования. Именно такую повестку дня разработали на встрече председателя комитета по образованию Государственной Думы Российской Федерации со своими крымскими коллегами и руководителями ведущих научных и образовательных организаций полуострова. Сегодня уникальная возможность пообщаться с председателем комитета Государственной Думы Российской Федерации Никоном Вячеславом Алексеевичем, представителем всех отраслей нашей системы образования, всех уровней нашей системы образования. Здесь представители и руководители, точнее, здесь руководители общеобразовательных учебных заведений, здесь представители высшей школы, здесь на нашем совещании присутствуют депутаты, члены комитета Государственного совета, профильного, естественно. У каждого из них, уверен, есть вопросы, которые бы хотели обсудить на этом достаточно высоком и значимом для нас уровне. Помимо разговоров о среднем и дошкольном образовании в ходе открытого общения с депутатами Государственной Думы России поднимали не менее острые вопросы высшей школы. Так, глава профильного комитета Государственной Думы высоко оценил достижения Крымского федерального университета как новосозданной структуры. Я помню, был здесь в 2014 году, в 2015 году, когда еще он был необъединенным университетом, это был уже достаточно интегрированный, в общем-то, и в то же, понимаете, научная среда, она в принципе такая глобальная, она интегрирована, очень тяжело замыкать ее национальные квартиры. В завершении встречи гости с федерального центра пообещали своим крымским коллегам продолжать оказывать всю возможную поддержку по развитию образования в Республике Крым. В Ялте открылась выставка «Крымский мост». В живописной форме художники полуострова изобразили транспортный переход через Керченский пролив. Инициаторами выступили сотрудники кафедры изобразительного искусства и дизайна университета имени Вернадского. Полотна показывают процесс строительства грандиозного сооружения, а также интересные моменты этапа возведения. Часть тематических картин выставлена в зале Федерального собрания Российской Федерации и в галерее Российской Академии Художеств. На выставке «Крымский мост» представлены работы студентов и художников из Ялты, Крыма и России. Особенность экспозиции в том, что на ней наглядно показаны все этапы строительства Крымского моста. Более подробно о выставке рассказал директор гуманитарно-педагогической академии Александр Глузман. Он отметил, что строительство Крымского моста – это исторический, политический и духовный момент. Мы вышли с такой идеей к нашим студентам, к нашим коллегам, не только художникам нашей академии, но это и ялтинские художники, крымские художники и художники из России. Нам бы хотелось запечатлеть сам процесс строительства Крымского моста, поскольку он является символом объединения, соединения Крыма с Россией. Я думаю, что это момент, конечно, исторический, политический, духовный. Я думаю, что это, конечно, должно остаться нашим потомкам. Доходы региональных бюджетов, инициативное бюджетирование и финансовая грамотность эти и другие актуальные для Республики вопросы обсудили на Третьей Всероссийской конференции, прошедшей в стенах Крымского федерального университета имени Вернадского. Роль прошедшего в Крымском вузе мероприятие высоко оценил исполняющий обязанности ректора КФО Андрей Фололеев, уточнив, что опыт, полученный на этой встрече, крайне важен как для студентов, так и для действующих представителей исполнительной власти. Эта площадка собрала специалистов, которые обсуждают, каким образом увеличить доходы в бюджет и каким образом улучшить экономическую ситуацию в Крыму. Все дело в том, что всего пять лет Крым Российской Федерации, очень короткий срок. Если финансово вроде все механизмы запущены или формально все механизмы запущены, самое сложное остается все равно это человеческий опыт. Люди должны понять себя, прислонить, скажем так, к этой ситуации, инвестировать себя в это и понять, каким образом работать. Вот эта конференция крайне важна для исполнительной власти на местах. Они должны понимать, каким образом другие регионы умудряются показывать отличные результаты. Сегодня много гостей из разных регионов приехали поделиться своим опытом. И это важно не только для исполнительной власти, но и важно для студентов, которые, мы считаем, будут на конференции присутствовать. Они уже будут это впитывать. Это то новое поколение, которое будет дальше строить Крым. 12 марта родился Владимир Иванович Вернацкий, ученый с мировым именем, который внес колоссальный вклад в развитие ноосферологии и высшей школы на полуострове. Сегодня главный вуз Крыма носит имя этого выдающегося человека. Центр ноосферологии и устойчивого ноосферного развития Крымского федерального университета имени Владимира Ивановича Вернацкого расположен вот в этом здании. Здание имеет 200-летнюю историю. Основное место здесь занимает Владимир Иванович Вернацкий, потому что он жил вот в этом здании. А наверху, впервые в Крыму, была им создана геохимическая лаборатория. Владимир Иванович Вернацкий любил Крым. И вот посмотрите, как он отзывался о нашем здании, будучи здесь. Сижу на балконе старого Воронцовского дворца, всюду звуки птиц, домашней близкой деревни, дороги, отдающейся во влажном воздухе, сад полон звуков птиц. Вот это все, что вы видите, это то, что было нами создано за 4 года. Экологическое кардографирование и ноосферная наука и образование. То это стенды у нас посвящены Владимиру Ивановичу Вернацкому. Это здесь его издание, здесь его издание, это мы стараемся тоже менять. Мы стараемся, чтобы студенты младших курсов все прошли через концепцию музея. Слова пророческие Владимира Ивановича Вернацкого, что университет большой, но не устроенный с большим будущим, он как в воду смотрел. Но мне очень нравится большое будущее. Крымский федеральный университет ведет работу по трансформации клинического медицинского многопрофильного центра святителя Луки в ведущий научно-образовательный центр. На это выделено более 200 миллионов рублей. Университет – это пространство новых идей, а не просто простое обслуживание населения страны в обычном формате. Университет – это то место, где рождается новое. Вот у нас клиника должна стать таким местом, где медики будут творить, создавать новое. В данный момент в клинику осуществляются поставки современного дорогостоящего оборудования. Например, в отделении анестезиологии и реанимации закуплены новые переносные лампы на автономном питании, а также другая аппаратура с расширенными возможностями и адаптивными режимами. Получили новые мониторы на пять параметров у пациентов. И то, что особо приятно, мы получили два бис-мониторинга, которого в клинике раньше не было вообще. Это аппарат для определения уровня глубины анестезии. Особенно важной стала покупка наркозно-дыхательного аппарата, который полностью будет укомплектован уже в новой операционной. Перед каждым операционным днём аппарат проходит полное самотестирование всех внутренних электронных систем, калибровки датчиков. То есть, работая на данной аппаратуре, можно быть на 100% уверенным в том, что аппарат исправен. Если аппарат не исправен, он просто не даст включиться. В данный момент в хирургическом отделении и операционном блоке ведётся ремонт, который необходим для установки закупленного оборудования. Работы планируется завершить через 3-4 месяца. Большую часть времени займёт монтаж аппаратуры. Сейчас в клинике ведётся ремонт. После завершения всех работ здесь будет вторая операционная, оснащённая современным оборудованием. Но мы не будем мешать монтажникам производить работы. В отделении хирургии также приобретены современное оборудование и новый инструментарий. Ультразвуковой инструментарий, ультразвуковой скальпель получим, например, электрокоагуляторы современные, которые, в общем-то, крайне необходимы для операции, особенно для операции парагематозных органов. Потому что клиника всегда связалась с тем, что у нас были все внедрены новые технологии. Мы получим операционные столы, мы получим новые видеостойки для эндоскопических операций, мы получим электроинструменты, лазерные инструменты, которые могут помогать нам работать. По программе развития планируется закупить, или даже уже, по-моему, закуплен, компьютерный томограф GE Ever Revolution 64 среза, затем флюорограф для проведения профилактических исследований и рентгеновский аппарат новый. Ранее в клинике был установлен новый аппарат, позволяющий проводить все ультразвуковые исследования, в том числе и эксклюзивные. Я решила на себе испробовать этот современный аппарат УЗИ. Ощущения комфортные. Надеюсь, что результат будет хорошим. Я вижу, как говорила Стаббендер, печень без признаков камней. То есть нормальная абсолютно печень, нормальная почка. В процессе трансформации клиники будет реорганизована работа терапевтического отделения, лечение в котором с мая будет проводиться в условиях дневного стационара. Всем сотрудникам отделения уже предложены новые рабочие места. Безусловно, в настоящее время пациенты проходят стационарное лечение в условиях терапевтического стационара, по терапевтическим нозологиям. В последующем планируется реорганизация данного отделения, и пациенты будут лечиться в условиях дневного стационара, то есть без крылосуточного пребывания. Кроме того, в клиническом медицинском многопрофильном центре святителя Луки организовано кассовое помещение, и теперь пациенты могут оплачивать услуги более быстрым способом. В настоящее время организуется кабинет неотложной помощи, чтобы студенты Крымского федерального университета медицинской академии, которые находятся рядом, могли обратиться к нам за неотложной помощью и не искать поликлинику, либо не искать поликлиническое отделение по месту прописки и регистрации. То есть, если им понадобится неотложный вид помощи, то при поликлиническом отделении у нас они смогут его получить. Ремонтные работы и установку нового оборудования планируется завершить в течение шести месяцев. Доходы региональных бюджетов, инициативное бюджетирование, финансовая грамотность. С таким названием прошла третья всероссийская научно-практическая конференция в Крымском федеральном университете. Всего пять лет Крым Российской Федерации, очень короткий срок. Если финансово вроде все механизмы запущены, или формально все механизмы запущены, самое сложное остается все равно это человеческий опыт. Люди должны понять себя, прислонить, скажем так, к этой ситуации, инвестировать себя в это и понять, каким образом работать. Вот эта конференция крайне важна для исполнительной власти на местах. Они должны понимать, каким образом другие регионы умудряются показывать отличные результаты. Сегодня много гостей из разных регионов приехали поделиться своим опытом. И это важно не только для исполнительной власти, но и важно для студентов, которые, мы считаем, будут на конференции присутствовать. Они уже будут это впитывать. Это то новое поколение, которое будет дальше строить Крым. Вот это важно. Известные спикеры рассказали присутствующим об актуальном экономическом развитии Крыма, народном бюджете и о реализации на полуострове 12 национальных проектов. Не у всех была возможность попасть на сочинский форум. Там впервые Крым представил и инвестиционные площадки, которые у нас есть в Крыму под развитие инвестиций. И уже история успеха мы ее назвали. Это те инвестиционные проекты, которые успешно реализованы. И поэтому мы почему поставили, думаю, интересно будет всем подойти, посмотреть то, что мы презентовали в Сочи. Потому что, получается, Россия видела, а крыльчане нет. Поэтому мы решили, что как раз научно-практическая конференция удобное поле для того, чтобы все могли подойти к этим точ-панелям, посмотреть, полистать, что уже на них есть. И, может быть, дать какой-то совет. Потому что мы инвестиционную карту Крыма будем на ней работать дальше. Мы ее будем обязательно развивать в дальнейшем. Помимо этого, программа конференции включила в себя проведение трех секций. Увеличение доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Инициативное бюджетирование как механизм поддержки местных инициатив и участия населения в решении вопросов местного значения. Финансовая грамотность – путь к безопасности и успеху. Региональный этап Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства по специальности садово-парковое и ландшафтное строительство прошел в Бахчисарайском колледже строительства, архитектуры и дизайна. Материал, который подготовлен министерством для участия в Олимпиаде, он расширяет кругозор студента. Он позволяет, наверное, задуматься над тем, что не всегда мы все знаем, и нужно заглянуть в книгу, нужно посмотреть в интернет, нужно, в общем-то, подумать о своем самообразовании. Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна – единственный колледж в нашем регионе, который может представить обучающихся для участия в этом этапе. Проверка на формирование профессиональных компетенций, которые как раз в рамках обучения они осваивают, ну и возможность работодателям посмотреть на наших детей, как они подготовлены. Олимпиада проходила в несколько этапов – онлайн-тестирование участников и комплексное задание на территории колледжа. В рамках заключительного задания студенты произвели посадку деревьев. Я старалась писать как нужно лучше, показать все свои знания. Я думаю, что они не хуже, во всяком случае. И надеюсь все-таки, что все будет хорошо. Готовились упорно, это очень интересно, разнообразно. Разные задания, как тестовые, так и письменные, электронные, посадочные, то есть в реальной жизни, как бы разнообразно и интересно. Пригодится мне, я думаю. Победители получат возможность поучаствовать в заключительном этапе и представить наш регион на всероссийском уровне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова КФУ выделил более 200 миллионов рублей на трансформацию клиники святителя Луки. На данный момент там ведутся ремонтные работы, проходит закупка нового оборудования в отделении анестезиологии и реанимации, операционный блок и рентгенологическое отделение. Медучреждение реорганизует работу терапевтического отделения, лечение в котором будет проводиться в условиях дневного стационара. Всем сотрудникам уже предложены новые рабочие места. Все работы планируется завершить в срок от 3 до 6 месяцев. Вместо круглосуточного стационара, по сути, будет просто дневной стационар. И направленность терапевтические услуги будут сохраняться в клинике, безусловно, потому что это одна из необходимых направлений подготовки медиков. Просто это будет в дневном стационаре. Другой вопрос, что в принципе даже часть случаев, когда это необходимо, они могут оставаться, пользуясь теми палатами, которые есть и круглосуточно. И здесь нет какого-то подвоха, просто идет организация всего, перестает делиться одно на второе, и используется такое маленькое пространство, как 60 коек, гармонично и динамично. Если койки или с терапией люди уходили на ночь ночевать, то какой смысл держать эти койки незаполненными и просто лишать кого-то возможности пройти в ведущем центре медицинской обслуживания. Предоставление терапевтических услуг в клинике сохранится, поэтому, уточнил Фололеев, ни о каких увольнениях речи не идет. Сотрудникам, работающим в указанном отделении, предложены новые ставки. Все, кроме заведующего отделением, согласились и уже имеют рабочие места, соответствующие их пожеланиям. По словам директора медцентра Жанны Глебовой, с момента вхождения Крыма в состав Российской Федерации в КФО была утверждена программа развития, в рамках которой клиника Святого Луки уже значительно преобразилась. В региональном этапе Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства приняли участие победители внутренних конкурсов медицинских колледжей, готовящих фармацевтов. Ялтинский медицинский колледж, профессиональная образовательная организация, медицинский колледж МОНАДА, город Евпатория, и медицинский колледж Крымского федерального университета имени Вернадского, город Симферополь. Студенты продемонстрировали свои знания, умения, общение и профессиональные компетенции в выполнении заданий разного уровня. Первый уровень включил в себя тестирование с реализацией применения прикладных компьютерных программ, перевод профессионального текста, а также задания по организации работы коллектива. Второй уровень состоял из выполнения заданий по приемке товара, оформлению витрины товарного зала аптеки, изготовлению и контроля качества лекарственного препарата, фармацевтического консультирования потребителя и отпуска лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента. Лучшие студенты Бахчисарайского колледжа КФУ приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности садово-парковое и ландшафтное строительство. Именно на базе этого подразделения главного вуза Крыма было принято решение провести региональный этап общегосударственного состязания в этой набирающей популярности направленности. Олимпиада проходила в несколько этапов. Онлайн-тестирование участников и комплексное задание. На территории колледжа в рамках заключительного состязания студенты произвели посадку деревьев. То, что образовательная деятельность напрямую связана с практической деятельностью, это, наверное, не просто важно, это архиважно для того, чтобы мы готовили не просто теоретиков, а мы готовили людей-практиков, которые необходимы на сегодняшний день Республике Крым. Редактор субтитров А.Семкин